Детское радио представляет Сказки народов мира Слышите? А вот и наш петушок прилетел Да-да, тот самый знаменитый гальский петух Его можно встретить повсюду во Франции На гербах городов, на спортивных наградах, на крышах зданий Смотрите, уселся на жердочке Значит, сейчас будет рассказывать истории Одна другой забавнее На этот раз о волке, улитке и осах И о том, кто из них быстрее и сильнее Как-то раз волк шел по лесу и наступил на улитку Он бы ее не заметил и побежал дальше Но улитка, хоть она и совсем крохотная Закричала изо всех сил Так что волк ее услышал и остановился Зачем ты топчешь ногами слабых? Пропищала улитка Захочу, так побегу быстрее тебя Порим, что ни ты, ни один из волков твоей стаи Не сможете обогнать меня Ха-ха-ха, развеселился волк Это тебя-то не догнать Ха-ха-ха, такую маленькую Маленькая по-французски Петит, а маленький Петит Маленькая, но отважная улитка ответила волку Давай с тобой посоревнуемся Приходи сюда вместе со своими собратьями завтра И посмотрим, кто из нас первым добежит до берега реки Ой, рассмешила улитка, не унимается волк Хорошо, будем завтра всей стаей Посмеиваясь, волк продолжил свой путь по лесу Удивляясь тому, как посмела маленькая улитка Бросить вызов ему Такому грозному и сильному Которого все в лесу боятся Но не прошел волк и нескольких шагов Как наступил на осиное гнездо З-з-з-з Рой ос жужжал хором Зачем ты, волк, топчешь нас ногами? Мы осы малы, но тебя не боимся Хочешь, поспорим, что мы испугаем тебя и твоих приятелей? Это вы-то, маленькие мошки, удивился волк Да, мы, отвечали осы Приходи сюда вместе со своими собратьями завтра И посмотрим, кто из нас бесстрашнее Хорошо, смеясь, ответил волк Я приведу завтра сюда свою стаю А она очень большая Большая по-французски Гранд, большой, гран В русском языке есть похожее слово Грандиозный, что значит очень-очень большой При этом во французском языке Гран-пэр – это дедушка А гран-мэр – бабушка Большую стаю решил собрать волк Чтобы посмеяться сначала над улитками А потом и над осами Что осмелились спорить с ним А те тоже тем временем готовились к встрече Улитка пришла к осам и говорит Подружки, позовите завтра весь ваш осиный народ Мы, улитки, тоже непременно все соберемся Объединимся тогда и кое-что сможем сделать За ночь к речке со всей округи Сползлось множество улиток Они встали вдоль тропинки Каждая через пять волчьих шагов Так они вытянулись в длинную линию Ожидая волков Наутро с восходом солнца Те пришли на место Откуда решено было начать соревнование С улитками по бегу Ты здесь, улитка? Спрашивает вожак стаи, оглядываясь Здесь, здесь, слышится писк земли Начнем? Волки помчались галопом Слово «галоп», означающее «быстрый бег», пришло в русский язык из французского Когда-то давно был даже модный быстрый танец и назывался он «галюк» Галопом несутся волки к реке На бегу они кричат «Где ты, улитка? Отстала!» «Здесь, здесь!» Отвечают хором улитки, стоявшие на дороге через каждые пять шагов Когда запыхавшиеся волки добежали до берега реки Из листвы тучей вылетели осы И напав на серых, принялись больно жалить их, громко жужья Жалим, жалим, сильнее, сильнее Бедные волки кинулись в реку С тех пор они остерегались нападать на маленьких и слабых Петух-сказочник взмахнул крыльями, да и полетел по своим делам Повторяем, запоминаем Эта сказка помогла нам выучить французские слова Петит, маленький, петит, маленькая Большой по-французски «грон», а большая «грод» А если кто-то большой или маленький бежит очень быстро Говорят, что он пустился в голоп По-французски «галюк» Сказки народов мира Франция Сказки гальского петуха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok